День здоровья в Яхровской общеобразовательной школе номер 3 был приурочен ко всероссийскому дню борьбы с алкоголизмом. В общеобразовательном учреждении провели его более масштабно, комплексно проведя мероприятия на тему здорового образа жизни, наркозависимости и безопасности жизнедеятельности. Мероприятия были задействованы как начальные классы, так и старшеклассники. В начальных классах прошли беседы с группой ЮИД, у нас есть в школе юидовцы, они рейдом прошли по начальной школе и рассказали о правилах дорожного движения, вообще как надо себя вести на улице. Дальше у нас спортивные мероприятия, это на баскетбольной площадке веселые старты, путешествия в страну здоровья с такими пунктами и городами, как зарядка, режим дня, здоровое питание, правильное дыхание, физкульт-ура. Вот такие станции у нас были в начальных классах. Ребята познакомились и проверили знания о здоровой пище, как правильно дышать, какой правильный режим дня, наиболее рациональный. Ну и провели веселые шуточные эстафеты. Темы бесед для учеников были разнообразными, от знаний правил дорожного движения и безопасности на улицах, до оказания первой помощи и многое другое. Со старшеклассниками провели беседу на тему алкоголизма и наркозависимости. Школу посещают сотрудники полиции, сотрудники органов, субъектов профилактики и с несовершеннолетними учащимися школы проводятся занятия, посвященные административной уголовной ответственности. Моя работа будет заключаться в профилактической беседе с детьми различного возраста, как и начальной школы, так и среднеобщем образовательной. В начальной школе будут проходить игры с детьми, в ходе которых будет им рассказано о правилах безопасности, правилах поведения на улице. А с более старшим звеном будет рассказано о правовой и административной ответственности среди несовершеннолетних. Руководством школы и одиннадцатиклассниками была разработана также и спортивная часть дня здоровья, в которой приняли участие школьники с пятого по десятый класс. В будущие выпускники выступали в роли судей. Соревнования различной направленности, но, конечно, связаны с нормами ГТО. И система проведения соревнований направлена таким образом, что даже младший класс, пятый класс может выиграть у десятого. Там определенная фора для каждого класса. Чем старший класс, тем сложнее. Может быть, дальше дистанция или тяжелее мяч. Ну, вот различные виды занятий такие. Этот День здоровья у нас проходит ежегодно. Мы проводим в сентябре. Вот этот День здоровья. Стараемся привлекать как можно больше специалистов. Здоровому образу жизни в этой школе уделяется большое внимание, что подтверждается постоянным участием в районах и областных соревнованиях. И, конечно же, призовыми местами. День здоровья получился насыщенным. Ребята не только узнали много новой информации, но и поиграли в любимые игры со своими сверстниками и оздоровили свой ум и тело.